Духовой оркестр Шабиля Насырова традиционно встречает участников фестиваля у входа в культурно-спортивный центр «Мечта». Седьмой фестиваль для музыканта особенный. Он сам стал участником конкурса в номинации «Фотоискусство». Надо наш опыт передавать дальше, чтобы молодые звучали, развивались, улыбались и радовали наших горожан. И особенно наш одинцовский самоцвет, я думаю, они будут продолжаться, жить и дальше радовать наших слушателей и зрителей. 469 человек получат дипломы лауреатов фестиваля. Бронзовым и серебряным победителям награды вручают сотрудники Центра народного творчества и методической работы. Это действительно по-настоящему семейный праздник, когда люди приходят, получают какие-то улыбки, общение, конечно же, играет музыка. Мы вручаем дипломы и грамоты для всех участников фестиваля, потому что это их, может быть, первая награда, а может быть, уже седьмая. Потому что седьмой год мы проводим фестиваль «Денцовские самоцветы». Это, конечно же, огромная честь для нас видеть этих творческих, талантливых людей, которые своим творческим порывом воплощают мечту в жизнь. Ни одного фестиваля не пропустил хор русской песни «Околица» Людмилы Пелецкой, держа оравнение на лидера. Для нас была пример, конечно, Лариса Аптюнина, так как мы с ней 30 лет коллеги, 35 даже. Ну и мы добились гран-при в 2013 году. Люди послушные, стараются, болеют, все бросают дома, все бегут на фестиваль, на осмотр, на концерт. Впервые в фестивальном конкурсе принимал участие фольклорный ансамбль «Ромашненская слободка» и сразу гран-при. Руководители семейного коллектива не собираются останавливаться на достигнутом. Если конкретно вот этот ансамбль мы как бы специально не создавали, он как-то случайно формировался, дети росли, и пришла нужда творчеству куда-то выплеснуться. 33 участника седьмого фестиваля удостоено высшего звания лауреата гран-при. Дипломы вручает председатель оргкомитета фестиваля, глава города Одинцова Александр Гусев. Одинцовский фестиваль многие называют уникальным. Различные конкурсы проходят во многих городах и районах Подмосковья. Уникальность Одинцовских самоцветов в числе их номинаций, их 13. Ни одна грань творчества не осталась незамеченной. Причем у каждого конкурсного дня был свой состав жюри. Право оценивать мастерство участников доверялось известным в стране профессионалам. В качестве подарков победителям традиционно вручают приглашение на экскурсионную поездку по городам Подмосковья. Заключительный концерт фестиваля рассчитан на два часа. Его лейтмотив – приближающееся 70-летие Великой Победы. Поэтому право открыть концерт доверено ветерану воинской службы, лауреату гран-при Леониду Штрауху. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...